Э-пи-топ Мемы! Казалось бы, каждый школьник знает о том, что такое мемы. Однако далеко не каждый школьник догадывается о том, что мем — это научный термин. Он был придуман британским ученым Ричардом Докинзом. В 1976 году в своей книге «Эгоистичный ген» Докинз проводит параллель между эволюцией живых организмов и культурной эволюцией в человеческом обществе. Как известно, все свойства любого живого существа закодированы в его геноме, который состоит из генов. То есть ген — это единица генетической информации. В аналогии с генами Докинз предложил термин «мем» для обозначения единиц культурной информации. Согласно этому определению, мемы могут называться практически все, что угодно. Идеи, крылатые выражения, надоедливые мелодии, политические лозунги, монтажные склейки и научные термины. Строго говоря, само понятие «мем» уже является мемом. Подобно тому, как люди передают свои гены потомству, и гены родителей смешиваются, чтобы получился новый уникальный организм, люди делятся друг с другом своими идеями и передают при этом мемы. То есть каждый из нас является не только уникальной комбинацией генов в своей ДНК, но и уникальной комбинацией мемов в своем представлении о мире. Так что не совсем понятно, кто же виноват во всех наших бедах — гены или мемы. Главная задача мема — это сделать так, чтобы люди как можно сильнее распространили мем в своем обществе. Для этого мему нужно либо понравиться человеку, либо, наоборот, задеть и обидеть его. То есть в каком-то смысле мемы используют нас и манипулируют нами ради своего размножения. Разумеется, так называемый репродуктивный успех мемов зависит не только от них самих, но и от культурной обстановки, в которой они оказались. И самое ужасное здесь заключается в том, что мему совсем не обязательно быть правильным, правдивым или полезным, чтобы стать успешным. Например, в России принято считать, что женщины водят автомобиль хуже, чем мужчины. И это само по себе создает благоприятную почву для распространения новых мемов. Например, шуток о женщинах за рулем или идея о том, что женщины — это абсолютно неадекватные создания, порчащие жизнь всем вокруг из-за малейшей неприятности на дороге. Тем удивительнее обнаружить, что в действительности женщины гораздо более ответственные и аккуратные водители, чем мужчины. Они гораздо реже садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, чаще пристегиваются и реже превышают скорость, и в результате мужчины попадают в смертельные аварии в полтора раза чаще, чем женщины. Если мем — это аналог гена, то аналогом науки генетики должна быть наука меметика. Именно так рассудила Ара Лугас, когда предложила этот термин в 80-х годах 20-го века. Многие ученые стали активно изучать меметику, и вскоре появился первый научный журнал, посвященный этой дисциплине — Journal of Memetics. Меметика должна обладать ответом на несколько важных вопросов. Если мем — это единица культурной информации, то как можно измерить эту информацию? Как можно спрогнозировать будущее мемов? В чем разница между эволюцией живых организмов и культурной эволюцией? На меметику возлагались большие надежды. Однако к 2005 году стало понятно, что она не в состоянии дать ответы на все вопросы. Если воспринимать меметику в узком смысле, то нужна была более четкая аналогия между генами и мемами. Например, физическим носителем генов является молекула ДНК, а что является физическим носителем мемов — абсолютно неясно. Более того, мутации генов — процесс довольно редкий, а вот мутации мемов происходят практически постоянно. Поэтому нельзя просто так взять и перенести законы генетики на меметику. С другой стороны, если использовать понятие мемов в широком смысле, то есть как нечто, что подчиняется эволюционным законам в человеческой культуре, то меметика просто-напросто не нужна, поскольку подобные исследования можно проводить и без использования понятия мемов. Более того, они и проводились задолго до изобретения меметики. Иными словами, меметика сочетает в себе элементы таких наук, как лингвистика, соционика, социология, психология и пилитология. Ну а понятие мемов заменяется в них такими терминами, как знак, паттерн, конструкция, стереотип, концепт и так далее. Несмотря на то, что меметика не состоялась как отдельная наука, нельзя утверждать, что все исследования мемов были абсолютно бессмысленными. Во-первых, мем «был» и остается остроумной аналогией. А во-вторых, многие люди используют понятие мемов в практических целях. Например, маркетологи используют мемы для продвижения товаров и создания медиавирусов, а политики в качестве инструмента пропаганды. Ну а мы на канале Epitop рассказываем только самые интересные мемы. С вами была Саша и спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует...